В Новый год с новыми впечатлениями. Почти с самого начала 2023 года актюбинцам стали докучать капризы погоды и изменения в административном кодексе. В частности, из-за внедрения новой процедуры легализации стали сбоить спеццоны. Снег, гололед и потепление. Сразу после празднования Нового года принесли массу неудобств на автомобильных дорогах и тротуарах. Снегоуборочная техника расчищала улицы круглосуточно. Днем и ночью дежурили более 10 бригад рабочих и 120 единиц спецтехники. Каждой подрядной организацией прикреплялись разные участки улиц. За зимнее содержание дорог отвечали 11 подрядных компаний. В их обязанности входила расчистка проезжей части тротуаров, посыпка их песком и солью. 1 января сотрудницу мусороуборочной фирмы убила мусорным контейнером во дворе по проспекту Санкибай-Батыра. Один из контейнеров сорвался со сломавшегося подъемного механизма и рухнул прямо на женщину. У нее осталось строй несовершеннолетних детей, которые превратились в круглых сирот, так как 10 лет назад умер и отец. Детям была выплачена компенсация в размере 2 миллионов тенге. Затем родня пыталась добиться от виновных квартиры и продолжения выплаты заработной платы покойной. В октябре новый градоначальник. Назначенный 4 января на эту должность Мурадж Ребеков уже на следующий день знакомился с ситуацией по очистке улиц от снега. На тот момент этим занималось более 200 единиц техники. Новая Ким заверил, что власти намерены жестче контролировать наличие у подрядчиков необходимых рабочих ресурсов. На зимний сезон еще одним приоритетным вектором проверок стали теплоэлектроцентрали котельные. С начала года в октябре выросли тарифы на тепло и водоснабжение. Стоимость других видов комуслуг пока оставалась без изменений. Так, для физических лиц отопление 1 квадратного метра жилья теперь стоило 106 тенге. Кубометр воды стало обходиться 81 тенге без учета НДС. Стоимость услуг по водоотведению осталась на прошлогоднем уровне – 54 тенге за кубометр. Электроэнергии – 9 тенге за киловатт в час. Стоимость голубого топлива для горожан на начало года составляла 10 тенге за кубометр. Акция «Добрых дел» стартовала на улицах нашего города. Волонтеры и сотрудники Акимата района Астана раздавали уборщикам снега теплый чай с баурсаками. Коммунальщики в те дни трудились, рискуя здоровьем. Совет волонтеров областной проводит каждый год. Мы раздеваем баурсаки. Пилотный проект «Тренировочная квартира» стартовала в Актюбинской области. Молодые люди с инвалидностью в возрасте от 18 до 30 лет получили возможность самостоятельно проживать в квартире бесплатно, формировать навыки самообслуживания и адаптации к городской среде. Проект осуществлялся Союзом парализованных граждан Актюбе при поддержке программы развития ООН. ООН реализовывался только в нашем городе и в Таразе. В Актюбе для проекта были арендованы три квартиры. «Тренировочная квартира – это сеть благоустроенных квартир для людей с инвалидностью от 18 до 30 лет из поселков, из районов, из аулов, из города, которые сейчас себя еще не нашли, у которых нет средств, чтобы снимать жилье. И кроме всего этого, это не просто пассивно жить. В этой квартире мы предусмотрели все. Это будут тренинги, семинары, курсы домоводства, различные курсы СММ, да? И, то есть, подготовка к жизни, трудовые навыки. Сегодня по всей стране стартовала легализация средств настоящих на иностранном учете началась до 1 июля. В наши сотрудники правоохранительных органов подали о том, как можно подать заявление на пилки. 18. 23 января, то есть понедельник, начнется легализация автотранспортных средств с иностранным учетом. Это автотранспортные средства, которые были введены из стран Евросоюза. Это Белоруссия, Российская Федерация, Киргизия, Армения, а также из третьих стран. Заявку можете подавать онлайн, через приложение или же через любой ЦОН, ЕГОВ, где есть ЕГОВ, портал. Можете с СЦП-ключом подавать заявки. После получения только положительного результата вам необходимо явиться специализированный ЦОН. Февраль встретил октябинцев обильными снегопадами и крепкими морозами. Но уже в этом месяце началась подготовка к весеннему половодью. Коммунальщики приступили к очистке от снега традиционно подтопляемых районов города. Снегоуборочная техника пришла в частный сектор. На улицах Месоедова, Монкиби и Бактыбай-Батыра и прочие жилые массивы, подверженные затоплению талыми водами. На полигон к 1 февраля вывезли 81 тысячу тонн снега. 1 февраля вынесли приговор участникам январских событий. На скамье подсудимых находилось 18 человек. Исаева за покушение на жизнь полицейского приговорили к 15 годам тюрьмы строгого режима. Камик 4. 8 человек лишились свободы на 9 месяцев. Полицейские обезвредили злоумышленника, который спустя несколько месяцев после выхода на свободу вымогал 15 миллионов тенге. Бойцы спецподразделения задержали рецидивиста с поличным. Двое из четырех несовершеннолетних сбитых снегоходом на турбазе выписались из больницы. Девушки 16 и 17 лет с черепно-мозговыми травмами и переломами оставались под присмотром врачей. Октябрьский боксер Галиб Джафаров открыл спортивную школу для детей. Новые тренажеры, ринг, груши, раздевалка для начинающих спортсменов создали комфортные условия. Цифровая платформа по приему заявок на автокредитование исчерпала все доступные авто уже через 18 секунд после запуска. Заявки успел подать только 761 казахстанец из 125 тысяч, посетивших сайт в первую минуту. Десять студентов-индусов, ранее получавших образование на Украине, перевелись в Октябрьский медицинский университет. Весь последний год они не могли заниматься из-за вооруженного конфликта. Всего заявки на обучение в УЗИ подали около 70 иностранных студентов. Порядка 100 тысяч кубометров снега было вывезено из города на снежный полигон с начала зимы. А интенсивные работы по очистке от снега Москвы, ГМЗ, Авиаградка, Шанхая и Курмыша начались 10 февраля. С начала легализации иностранных автомобилей в наш области в спецсон обратились 6000 автовладельцев. Процент отказов оставался высоким. Одобрена была лишь каждая третья заявка. Из-за пожара на подстанции тысячи жителей Алге остались без электричества. Спасатели получили вызов в полдесятого утра. В 10.40 огонь был ликвидирован и устранена угроза его распространения на соседней секции подстанции. Вода в Алге была перекрыта. На заправках образовались большие очереди. Два человека получили серьезные ожоги в результате взрыва газового баллона в Петропаловке. 95-летняя женщина и ее сын в тяжелом состоянии поступили в реанимацию. По словам спасателей, газовый баллон взорвался, когда его с холода улицы занесли в теплое помещение. Бывшие сотрудники Актубе Курлыс Инжиниринг потребовали выплатить зарплату, которую они не получали с осени – 14 миллионов тенге. С ноября уволился 21 человек. В прокуратуре их запрос был отправлен на контроль в инспекцию труда. Завершилось выдвижение кандидатов в депутаты городского Маслехата. По всем 32 избирательным округам набралось 155 кандидатов. И на одно депутатское кресло претендовали 5 человек. Сбор гуманитарной помощи для пострадавших от разрушительного землетрясения в Турции набирал все большие обороты. Актюбинцы передавали общественным фондам еду, детское питание, одежду, предметы быта, денежные средства, которые 22 февраля отправились единым рейсом в Анкару. Наш фонд никак не мог пройти мимо. Плюс позвонили с Астаны, попросили. И поэтому мы открыли сбор гуманитарной помощи. Сейчас подключаются все волонтеры Актюбинска. Мы рады абсолютно любой помощи. В первую очередь это продукты, детское питание, смеси, детские пюре, подгузники, салфетки. Хостовары, товары личной гигиены, вещи, теплые вещи, одеяла, подушки, обогреватели, генераторы, фонарики, удлинители. Все в этом роде. 123 тысячи казахстанцев приняли участие в январском ЕНТ. 21 тысяча экзаменующихся не смогла набрать пороговый бал. В нашей области ЕНТ сдавали более 5000 человек. Поезд снес автовоз с грузинскими номерами на железнодорожном переезде по трассе Самары-Шимкент. Момент столкновения был запечатлен камерами видеонаблюдения. По версии полицейских, погибший водитель автовоза нарушил ПДД. В 23-й школе на первом этаже из-за замыкания электропроводки вспыхнул пожар. Огонь ликвидировали в 8-12. Никто не пострадал. И школьникам, и педагогам удалось эвакуироваться вовремя. Школа оборудована пожарной сигнализацией, и запах дыма заметили еще до ее срабатывания. По вызову прибыли 14 машин и 53 пожарных. Почти вся семья погибла в дорожной аварии на трассе Самары-Шимкент. Митсубиши Монтера Спорт выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком Вольво. За рулем легковушки находилась 29-летняя женщина. Погибли ее 31-летний муж и трое детей. Им было 2, 6 и 8 лет. На автотрассе Самары-Шимкент вблизи поселка Маржан-Булак столкнулись сразу 11 автомобилей. Погодные условия сильно осложняли передвижение транспорта. В связи с гололедом и бураном движение ограничили на трассах областного и республиканского значения. Международный теннисный турнир серии ITF M15 стартовал 28 февраля. В октябре съехались 32 спортсмена из Швейцарии, Таиланда, Германии, Японии и других стран. Призовой фонд составил 15 тысяч долларов. Я здесь уже несколько раз с самого детства приезжаю сюда. Очень нравится, что организация здесь хорошая. Здесь проводят турниры, потому что добраться сюда действительно не легко. И очень рад, что здесь снова появились турниры. Да, конечно, уже участвовал. Здесь большие цели на этот турнир. Выиграть турнир в одиночном и в парном разряде. Первый день весны и перемены в действующих правилах и законах. Новшества, введенные с 1 марта в Казахстане, коснулись оплаты проезда в общественном транспорте, госслужбы и таможни. Также с 1 марта граждане нашей страны, желающие поехать в Россию на больших грузах, обязаны заранее резервировать дату и время. Водителям нужно будет бронировать конкретный день и время пересечения границы. В стартоваре республиканские командно-штабные учения весна 2023. Их целью стала подготовка к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в первую очередь паводка. В учениях было задействовано 377 человек личного состава ДЧС и 93 единицы техники. В их задачу вошла чистка рыков и водостогов в Батас-2 и обе городок, Казалжаре, Магажане и Акшате. Естественных водотоков, Курайли, Куршасае. Также за первый день учений в жилых массивах Магажаны Сае была построена защитная дамба из насыпного грунта протяженностью 330 метров. В жилом массиве Сидбатыр спасателей вырыли канал длиной 150 метров. Дополнительно были проведены работы по резке льда на реке Грязнушка, шли Сае, демонтаж старого моста на Женышке и очистка 11 водоотпускных сооружений. Сегодня работы будут продолжаться по всем направлениям вчерашним. И упор сегодня будет на Батас-2. Там 100 курсантов летного училища будет, 30 курсантов Активинского юридического института. Локомотив столкнулся с пассажирским поездом в Активинской области. Это произошло на станции Берчугур. Как сообщили в Казахстанте Моржулы, маневровый локомотив столкнулся с тепловозом поезда Пишкек-Самара. 200 пассажиров пересадили в другие вагоны. В поезде находились граждане Казахстана, России и Кыргызстана. Пострадавших не было. На место были направлены вертолет Казавиаспаса, спасательные подразделения и восстановительный поиск ЭТЖ. Заведено уголовное дело. Причина аварии расследует комиссия к ЭТЖ. Предварительная версия вина локомотивной бригады маневрового локомотива. 9 марта Юрию Гагарину исполнилось бы 89 лет. Юрий Алексеевич Гагарин – первый человек, полетивший в космос. Его полет 12 апреля 1961 года длился чуть менее двух часов. Однако даже столько хватило, чтобы навеки изменить мирозрение всего человечества. Гагарин продолжил свою деятельность в авиационных войсках, намереваясь побывать в космосе еще раз. Но в 1968 году истребитель под его управлением в ходе тренировочного полета во Владимирской области потерпел крушение. Первый космонавт планеты погиб. Водная стихия ударила сразу по нескольким районам нашей области. В колл-службу 109 от жителей региона ежедневно поступало более 2000 звонков по откачке воды и вывозу снега. 6 и 7 марта из-за резкого повышения температуры в поселке Шубар-Кудук возникла угроза подтопления частного сектора микрорайона Козелжар. 12 марта река Уилл вышла из берегов и перекрыла движение на 7 километров трассы Уилл-Каинды. 11 марта было восстановлено движение на автодороге Карол-Кельде-Уой-Мауэд в Благанинском районе. В регионе продолжал работать противопаводковый штаб. В откачке воды и вывозе снега были задействованы 650 человек и 280 техники. Имеются достаточные запасы инертных материалов – щебня, песчаногравийной смеси. Мы усилили противопаводковые мероприятия, привлекли спецтехнику, организовали круглосуточные дежурства. Уровень воды взят под контроль. В настоящее время перекрыто поступление воды на въезде в райцентр. В населенном пункте продолжается работа по откачке талых вод. Также остановлено стекание воды по асфальтированной дороге на въезде в Шубар-Кудук. Подрядчики дорожной компании укладывают фундаментные блоки в открытых местах. Двухголовый теленок появился на свет в поселке Нура из Гиргийского района. В ночь на 11 марта ровно 4 года назад подобное произошло в селе Камсомольск-Этикибийского района. Специалисты объясняют подобные аномалии генетическими мутациями. Вызванные они могут быть не обязательно вредными экологическими условиями, но и тем, что животные родители состояли в близком родстве. Режим ЧАЭС местного масштаба был объявлен в Хабдинском районе. В последний раз в половоде такого масштаба было здесь 30 лет назад, в 1993 году. Глава региона Ерлой Тукжанов ознакомился с бедственной ситуацией. В зоне подтопления оказалось более 50 домов, несколько соцобъектов. Более 90 жителей были эвакуированы помимо вскрытия отрезка. В автодороге Самара-Шемген начались работы по укладке водопропускных труб и засыпке инертными материалами. Глава региона отметил, что всем пострадавшим будет оказана помощь. Комиссия в районе сегодня создана, в оперативном режиме сейчас вопросы будут отработаны. Я думаю, где-то в течение недели комиссия сделает соответствующие выводы. Мы вчера были вынуждены приостановить движение по республиканской дороге, поэтому эту трассу сегодня уже к вечеру мы полностью восстановим. По ущербу комиссия будет работать с участием самих жителей, объективно, я думаю, они будут рассмотрены, несут предложение, все вопросы будут оперативно решены. Состоялись неочередные выборы депутатов, мастихатов и мажориста парламента. Для общенародного голосования в новом формате в октябре было развернуто 169 избирательных участков. В голосовании с 6 часов утра до 8 вечера принимали участие как рядовые граждане, так и представители эшелона власти. Избирательный участок номер 57 работал на базе лингвистической школы гимназии имени Байтурсынова, бывшие 24-е. За участком было закреплено 1750 избирателей, в том числе и Аким Актубе. В городской масле хат балдировались 128 кандидатов от 32 одномандатных округов. Их возраст составил от 24 до 70 лет. Для слабовидящих подготовили кабинку со шрифтом Брайля, для всех голосующих – ярмарку и концерт. Важной составляющей выборного процесса по традиции стали и наблюдатели. Они контролировали правомерность действий избирателей и членов комиссии. За три дня празднования на Урызе в нашем регионе было зарегистрировано 343 преступления. В основном – кражи личного имущества, грабежи и мошенничества. Среди административных проступков – 9 случаев управления автомобилем, нетуризм в состоянии. За праздники произошло 3 ДТБ, в которых пострадало 2 человека и 1 погиб. Из них 8 – краж личного имущества, 10 фактов мошенничества, 1 хулиганство и 1 грабеж. Кроме того, раскрыто 16 ранее совершенных преступлений. Присечено более 1100 административных правонарушений. Из них – 1000 нарушений по правилам дорожного движения. Река Каргалы частично отошла от потопленных домов, но там жить было невозможно. Вода повредила строение и, судя по нанесенному ущербу, она зашла в дома выше уровня фундамента, повредив всю утварь, мебель и бытовую технику. Предвиденные обстоятельства заставили спасаться всех, чьи дома пострадали от потопа. В домах садоводческих коллективов «Солнышко», «Нефтяники» и «Каргалы» не было нормальных условий для проживания. Помимо полот, непригодность, пришла вся мебель, бытовая техника, которую хозяевам дома удалось спасти частично. Вода заполонила все комнаты. Во время эвакуации людям удалось сделать собой лишь самое необходимое, а все остальное осталось в домах. Спасатели с помощью спецтехники и лодок эвакуировали 116 человек, 44 из которых – это дети. В пунктах эвакуации размещены были 87 человек, остальные временно проживали у родственников. От областного департамента ПЧС по спасению людей задействованы были 34 спасателя и 17 единиц спецтехники. В октябре начался ежегодный весенний санитарный двухмесячник. Управляющие компании многоэтажных домов вместе с жильцами проводили субботники. Облагораживание дворов включало посадку деревьев и цветов, покраску заборов. Акиматы районов Астана и Алматы взяли под контроль 187 участков. Порядок планировалось навести в 12 парках и скверах, еще в 40 местах отдыха. Жители садоводческих коллективов Каргалы, Нефтяник, Солнышко и Гидрогеолог собрались у областного Акимата. Их дома затопило, средств на покупку другого жилья или оплату аренды не осталось. На тот момент они временно жили в общежитиях после срочной эвакуации. У многих были непогашенные кредиты. В Акимате район Алматы подчеркнули, что ситуация действительно сложная. Нанесенный ущерб оценивался специальной комиссией. По поводу изотопления, у нас создана определенная комиссия, которая сейчас будет визуально все осматривать по подопливным домам. В данное время, так как это садоводческий коллектив, нормативным законам нет, чтобы были им выделены дома. Поэтому сейчас комиссия как свою работу закончит, так в пятницу, мы уже конкретно четко дадим ответ. Пожар вспыхнул на старом кладбище. В 15 часов 33 минуты на пульт Управления по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о возгорании сухой травы по улице Жейнбаева. С помощью 4 единиц спецтехники возгорание удалось ликвидировать в 17 часов 55 минут. С наступлением теплой погоды начался и пожароопасный сезон. Когда непотушенный костер или брошенный окурок мог спровоцировать масштабное ЧП. Во время проходящего санитарного двухмесячника спасатели запрещали сжигать мусор около строений. Штраф составлял 20 месячных расчетных показателей. Поднимите нам зарплату. 10 апреля сотрудники ТО «Энергосистема» вышли на забастовку с требованием увеличить им заработную плату. С самого утра перед воротами фирмы собралось не менее сотни рабочих. Водителей, электриков, контролеров. Бастующие жаловались, что на те деньги, которые они получают, жить практически невозможно. Называли зарплаты в 100 тысяч тенге в месяц и ниже. Рабочие требовали повысить оплату труда как минимум на 100%. С данным моментом мы собрались сюда по поводу нашей заработной платы. Получаем очень мало денег. В этом месяце еще меньше получили. Обещали добавить зарплату. Обещали, было собрание. В марте обещали, вот сейчас апрель месяц. В этом месяце ждали, что получим хоть что-то. Но ничего не получили. Даже меньше получили то, что хотели. Как долго? Так, это продолжается, наверное, уже давно уже. Мы примерно собирались года два назад. С тех пор повысили зарплату? С тех пор. Там вроде маленькая сумма была повышения, но после нет вообще. Порыв газопровода произошел в октябре 11 апреля 22.35. Из-за утечки трубы по улице Утигена-Сиитова от подачи газа временно были отключены более 600 зданий, частные многоквартирные дома и предприятия в 5-м микрорайоне, районе Сазда и по улице Тургенева. 12 апреля аварийно-восстановительные работы еще продолжались. Сразу в семи районах Актюбинской области произошли отключения электроэнергии. Из-за сильного ветра и обледенения линий электропередачи без света остались десятки населенных пунктов. В Шалкарском, Мергисском, Артукском, Айтикибиисском, Хабдинском, Хромтауском, Углажарском районах проводились восстановительные работы. К ним были привлечены 50 бригад, 217 человек и 66 единиц спецтехники. В драматическом театре состоялось открытие 6-го международного фестиваля Балауса. В вышедшем году знаковое событие было посвящено 125-летию общественного деятеля Тимирбека Журкенова. Участие в нем приняли 8 коллективов из России, Кыргызстана и ряда городов нашей страны – Алматы, Казалардыжи, Сказгана и Уральска. Всего поступило 27 заявок, но программный формат позволил допустить только 8 театров. В нем мы будем тоже участвовать со спектаклем «Мертвые души». Русская труппа наша будет участвовать. Все жанры – экспериментальные жанры, спектакли. Драма есть, музыкальные композиции есть, фантасмоголька есть. В Актюминской области с рабочей поездкой побывал вице-министр финансов Ержан Биржанов. В первую половину дня он провел встречу с населением. Вопросы по большей части касались налогового кодекса, уплаты розничного налога, процедуры оформления банкротства физических лиц и всеобщего декларирования. По части налогового законодательства возникали вопросы по реализации розничного налога, категории, каким образом он будет реализовываться. Поднимались вопросы о увеличении категории налогоплательщиков. Также вопросы были по применению единого платежа с фонда оплаты труда. На газоперерабатывающем заводе номер 2 Синписи Актиби Мунайгаза произошло ЧП. Загорелась установка получения легких углеводородов. Более 50 пожарных боролись с пламенем и не допустили взрыва 20-тонных цистерн с пропаном. Четыре рабочих завода, механик, машинисты и два слесаря пострадали и были доставлены санавиацией в ожоговый центр Актюбе. Спустя две недели двое скончались в столичной больнице. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил пожарной безопасности». Подозреваемый в жестоком убийстве женщины и ее сына покончил с собой в СИЗО. Двойное убийство произошло в конце марта. 13-летняя девочка сообщили, что ее мать и брата убили. Спустя неделю полицейские задержали 23-летнего подозреваемого. С наступлением теплого сезона начались ремонтные работы на автодорогах. В этом году на капитальный, средний и ямочный ремонт из госбюджета было выделено 6 миллиардов 800 миллионов тенге. Актюбе отметил 78-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. По состоянию на 1 мая в Казахстане проживали 222 ветерана. За годы войны на фронт призвали более миллиона 200 тысяч казахстанцев. Горожане возложили цветы кобелиску славы и памятникам героям. Полиция задержала грабителей, которые ночью через окно проникли в помещение ТО, оглушили и связали охранников, скрыли сейф. С помощью болгарки похитили 730 тысяч тенге. Один из подозреваемых работал в этой же фирме. Тысячи октябинцев столкнулись с проблемой долгостроя. Подрядчики годами не выполняли своих обязательств. Дольщики вынуждены жили в съемных квартирах и требовали у властей вмешаться в ситуацию. Здесь ничего еще, только поставили окна, еще ни дверей нету, ни газа нету, ничего нету. Поэтому по срокам на 8 июня они не успевают. А мы уже ждем два года. Я два года живу на квартире. Я продала свою квартиру, купила в этом доме. Сказали, что через полгода будут квартиры уже построены. Построены дом будут уже. А уже прошло два года. На протяжении всего года продукты питания в нашем городе дорожали вне зависимости от сезона. Еженедельные отчеты облстата показывали почти постоянный рост цен на основные наименования из продуктовой корзины. ДТП с участием малогабаритного транспорта происходит регулярно. Скутеры стали источником повышенной опасности на дорогах. А молодые водители, в том числе несовершеннолетние, в лучшем случае оказывались на больничной койке в реанимации. В худшем – прощались с жизнью. Председатель Федерации профсоюзов Казахстана побывал в Ак-Тубе с рабочим визитом. Сатыбалды да улетален, посетил завод феррасплавов, ознакомился с условиями труда и мерами по обеспечению безопасности рабочих на актюбинских предприятиях. В Ак-Тубе торжественно открылись шестые летние паралимпийские игры Республики Казахстан. Наш город принял соревнования по дзюдо, настольному теннису, пароплаванию и волейболу сидя. В них приняли участие спортсмены с нарушениями зрения и поражением опорно-двигательного аппарата. Паралимпийские игры Казахстана – это всегда для нас важное событие. Оно такое масштабное, проводится по всем видам спорта. В данный момент в трех городах именно эти паралимпийские игры. Это большой праздник, большие старты для нас всех. Я думаю, для каждого участника этих соревнований. Готовимся мы в принципе… Да мы все время готовимся. Просьба находиться в месте комплинования за пыльом. Всегда, конечно, мы планируем улучшить наше время, общекомандное время, да, общекомандное место. В общем, мы всегда стремимся к лучшим результатам. Участились ДТП с участием детей. В поселке Кирпичный под колеса КамАЗа попала 10-летняя девочка. Несколькими днями ранее Хюндай насмерть избил 8-летнюю девочку в Жанаку Ныси, а Мерседес Бенц – трехлетнего ребенка на Багенбай-Батыра. С начала года уже 42 ребенка получили травмы и четверо погибли. Впервые за многие десятилетия казахстанские школьники 25 мая остались без последнего звонка. Он не прозвенел по решению Министерства просвещения. Традиционную линейку перенесли на 1 июня, а сам учебный год продлили, чем вызвали бурю негодования у родителей учеников. Купальный сезон еще не начался, но первые жертвы неосторожного купания уже появились в конце мая. Жители Иргизского района и водолазы извлекли из реки тела двух 12-летних мальчиков. Спасатели приступили к подготовке отрядов добровольцев и конному патрулированию акватории. Город на Белом холме встретил свой 154-й день рождения. Его отметили концертами, фестивалями, выступлениями КВНщиков и звезд эстрады, выставками национальных изделий, велопробегом и ночным фейерверком. Об очередной аварии с участием скутера и легкового автомобиля стало известно вечером 1 июня. ДТП стало фатальным для 16-летнего водителя двухколесного транспорта. 31 мая примерно в 16.30 на пересечении улиц Жангильдина и Кунаева произошло ДТП. Скутером управлял несовершеннолетний 1007 года рождения. В результате аварии он скончался на месте происшествия. В полиции в очередной раз напомнили, что по правилам дорожного движения скутеры должны двигать либо по правому краю проезжей части, либо по велосипедной дорожке, коих, правда, в нашем городе очень мало. 31 мая примерно в 16.30 на пересечении улиц Жангильдина и Кунаева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомашины Тойоты и скутера. Скутером управлял несовершеннолетний 2007 года рождения. В результате аварии он скончался на месте происшествия. Начато досудебное расследование. Завершился запрет на ловлю некоторых видов рыбы. Ограничения на период не арестодействовали с 10 апреля. За этот период природоохранная инспекция выявила 39 нарушений. Они привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму свыше 600 тысяч тенге. Инспекторы обнаружили также 27 рыболовных сетей. Рейды проводились и в торговых рядах, где обычно реализуют незаконно добытую рыбу. В период нереста и размножения рыбных ресурсов и других водных животных на территории Активенской области с 10 апреля по 5 июня текущего года проводится рыбоохранная акция «Нерест». В акции участвуют помимо инспекции представители местных полицейских служб, природоохранные организации, егерские службы, пользователи рыбохозяйственных водоемов. Действовал с 10 мая по 5 июня по видам рыб. Это сазан, карп, карась, линь, сом, красноперки, лещ, белоглазки, густер и рак. С 1 февраля по 5 июня было. Активенский аэропорт расширил географию авиарейсов. Количество авиарейсов из Актубе выросло по сравнению с прошлым годом. Этому способствовало сотрудничество с двумя компаниями по сопоставке горючего и строительству резервуаров под ГСМ. Из Актюбинского аэропорта можно вылететь в 6 городов Казахстана. Международную географию составляют Стамбул, Шарм-эль-Шейх, Москва, Анталия и Баку. Всего за 5 месяцев в путь отправились 326 тысяч пассажиров, что дан 59 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Президент Касымжи Мартукаев объявил 12 июня днем общенационального траура во время встречи с близкими работниками лесного хозяйства, погибших в результате масштабного пожара в природном резервате семьи Ормане. Число погибших достигло 14 человек. Площадь пожара превысила 60 тысяч гектаров. В семье ввели режим ЧАЭС. 12 июня были приспущены государственные флаги, отменены развлекательные телерадиопрограммы и мероприятия. В 2023 году губинские аграрии засеяли 578 тысяч гектаров земли. Им было выделено 9800 тонн дизельного топлива по сниженной цене 207 тенге за литр, что почти на 20 тенге ниже рыночной цены. В областном управлении сельского хозяйства отметили, что пассивная прошла по плану, дефицитов ГСМ нет. Засеяно 578 тысяч гектаров земли, из них 405 зерновыми культурами. В текущем году на проведение 27 полевых работ выделено 9800 тонн дизельного топлива. Отпускная цена для сервоза параборезли 207 тенге за одного литра. Порядка 670 тысяч гектаров земли в нашем регионе в этом году было покрыто саранчой. Специалисты областной территориальной инспекции по защите растений отметили, что в наших краях водилось двое вида – итальянский прус и азиатский вид саранчи. Больше всего особей наблюдалось в Айтикибийском районе. На территории области на 669 тысяч 15 гектаров распространено два стадных вида саранчи. Это итальянский прус и азиатская саранча. Итальянский прус 647 тысяч 145 гектаров на площадке. Азиатская – 21 тысяч 870 гектаров. Итальянский прус имеет на территории шести районов. Это Айтикибийский – 444 тысяч 350 гектаров. Эльгийский район – 106 тысяч 825 гектаров. Уилский – 7700 гектаров. Хрантауский – 20 тысяч 950 гектаров. Тимирский район – 1320 гектаров. Шалкарский район – 66 тысяч 400 гектаров. Азиатская – таранча на территории Эльгийского района расположена. В парке первого президента прошла передвижная выставка экологически чистого транспорта. Внимание, у актюбинцев представили 4 единицы экологически чистого транспорта, работающего на солнечной энергии, в том числе электровелосипед со солнечной панелью. В день на нем можно преодолеть расстояние в 200 километров. Но, собственно, ручно в собранных машинах изобретатели планируют исколесить всю страну. 30 семей пострадавших от павоков в Хабдинском районе получили ключи от нового жилья. Напомню, что в начале апреля талые воды затопили 79 домов. Несколько десятков не подлежали восстановлению подобной силы. Водной стихии район не видел минимум 30 лет. С марта по июнь 200 строителей возвели новые дома. А для одной семьи дом был построен на средства бойца смешанных едноморств в Шавката-Рахмонова. 20 коз и баранов погибли под колесами поезда на перегоне Сарсай-Храмтау. 64-летний хозяин домашних животных получил штраф за нарушение правил выпаса скота. С начала года по июнь было зарегистрировано 670 фактов экстренного торможения поездов. Из них по причине нахождения людей 172-386 из-за выпаса скота. Очередное смертельное ДТП с участием скутера произошло в нашем городе. По данным полиции в Блиси мечети Нургасыр скутер столкнулся с автомашиной ВАЗ. От полученных травм 17-летний водитель первый скончался в больнице. 19-летний пассажир помещен в отделении травматологии. В областном гепартаменте ПЧС прошло награждение двух актюбинцев за спасение людей на воде. Медаль и благодарственное письмо от спасателей получил 16-летний Кулканат Баккол. Другая медаль была присвоена 40-летнему медету Тули Галилу, к сожалению, посмертно. Приплыв на берег, он положил мальчика на землю и вместе со своими друзьями принялся бороться за жизнь мальчика. Умело сделал непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких дала результат. Мальчика позже передали при бывшей карете скорой помощи. На сегодняшний момент Баккол Кулканат был награжден медалью. В среднем на 16% поднялись тарифы на тепло, водоснабжение и канализацию. Дирекция «Октюбесу Энерджи Групп» связала это с необходимостью повысить зарплаты сотрудника. С 1 июля стоимость водоснабжения для физических лиц составила 93 тенге за кубометр. Тариф на водоотведение для населения – 70 тенге за кубометр. 116 тенге стало стоить отопление 1 квадратного метра площади. Цена за горячее водоснабжение в отопительный период поднялась до 163 тенге за кубометр. Пьяный водитель пытался скрыться от полицейских, нарушая правила дорожного движения, а затем вместе с попутчиком оказал сопротивление при задержании. Водитель попал под арест на 15 суток и лишился права управлять транспортом на 7 лет. Также в отношении его попутчика, который пытался наброситься на служителей закона с кулаками, началось досудебное расследование. Ему грозило наказание вплоть до лишения свободы на 2 года. 2 июля в 2 часа ночи сотрудники патрульной полиции по улице Сатпаева в Жлянке обратили внимание на автомашину марки Кио Рио. Ее водитель грубо нарушал ПДД, создавал аварийные ситуации, чем и представлял угрозу для других участников дорожного движения. Требования полицейских об остановке водитель проигнорировал. После преследования машину удалось остановить. С 1 июля были ужесточены меры наказания за семейно-бытовое насилие. Более 3000 звонков с жалобами на бытовое насилие поступило в областной департамент полиции только с начала года. И только в 900 случаях пострадавшая сторона отказалась от примирения. Причем нередко примирение конфликтующих сторон приводило к рецидиву с еще более тяжкими последствиями. До внесения поправок, получается, с начала года зарегистрировано 3700 вызовов о семейно-бытовое помышлении. Составлено всего 900 чем-то административных протоколов. Всего 900 чем-то. Вынесено защитное предписание при этом 2800. Это вот связь с чем всего 900 чем-то? Это вот связь с тем, что они на суде примиряются и правонарушитель уходит от внешности. Да, это у нас даже есть такие 4, 5, 6 случаев такие. Это приводит к таким вот событиям, резонансам. В ночь на понедельник пожар вспыхнул на газозаправочной станции вблизи поселка Хабда. Огонь охватил резервуар с топливом и заднюю часть газовоза. Пожарным понадобилось 2 часа, чтобы ликвидировать возгорание. Был спасен 20-тонный бензовоз и стоявший рядом газель. 17 июля в полночь в службу спасения поступило сообщение о том, что в Камдинском районе вдоль трассы Самара-Шамкент, вблизи поселка Хабда, загорелась автогазозаправочная станция, это лонгаз. Значит, произошло загорание газа из задней части газовоза. В тушении пожара было задействовано 24 пожарных, 5 единиц техники. На месте происшествия находилось руководство департамента ПОЧС. Благодаря работе пожарных огонь не распространился на другие объекты пожара. Был спасен 20-тонный газовоз, была спасена автогазозаправочная станция, а также автомашина «Газель» и не был допущен дальнейший взрыв газа. Пожар был ликвидирован в 2 часа 15 минут. Оригинальные емкости для сбора тар установили экоактивисты на аллее 101-й стрелковой бригады в парках здоровья и первого президента. Металлические конструкции предназначены для приема пластиковых и жестяных упаковок. Деньги, вырученные от переработки сырья, планировалось передавать в благотворительные фонды. Мы всячески проводим обучение сотрудников, проводим экологические инициативы в плане проведения субботников на филиалах. Внутри банковских процессов устанавливаем экосистемы и формируем эко-мышление среди сотрудников, поддерживаем проекты по зеленой экономике. И среди вот таких вот экологических инициатив мы нашему городу подарили металлические конструкции. Они представляют собой как сбор пластиковой тары для последующей переработки. Трое детей утонули в выходные. Трагедия случилась недалеко от села Оралтугай в Айтикибийском районе. Три девочки 16, 12 и 10 лет купали в запрещенном месте на реке Иргиз. Несмотря на то, что рядом с ними находилась мать одной из девочек, избежать трагедии не удалось. Тела двоих из них из воды извлекли очевидцы. Тело третьей нашли спасатели. С начала купального сезона на водоемах Октюбинской области утонуло к тому моменту уже 9 детей. В 16.45 на пульт службы спасения поступило сообщение о том, что трое несовершеннолетних детей утонули в запрещенном месте для купания на реке Иргиз в трех километрах от села Оралтугай Айтикибийского района. Очевидцами были извлеклены из воды тела детей 2007 и 2011 годов рождения. Новую мусоровозящую компанию, заменившую Клин-Сити, представил Аким Актоби Азамат Бекет. АТК Кызмет с 1 августа приступил к исполнению своих обязанностей. 23 единицы спецтехники и 133 человека, перешедшие из Клин-Сити. Плюс дополнительно более 50 единиц новой спецтехники на 3 миллиарда тенге. Есть определенные трудности, но вот как вы слышали, что в три смены сейчас работаем, чтобы вот это вычистить. Конечно, мы сейчас не можем сразу обещать, что АТК Кызмет вошел на рынок и у нас буквально день-два мы все это уберем. Нет, мы к этому придем. Пожизненное лишение свободы за убийство сына. Такой приговор вынесут 41-летнему Артуру Ахунову. Его 4-летний сын Данил умер от многочисленных телесных повреждений, которые ему нанес родной отец. Мужчина спрятал тело мальчика, закопав на пустыре. У покойного Данила остались родные брат и сестра. Вместе они были тройняшками. Мать лишена родительских прав. В полдень загорелось кафе на улице братьев Жубановых. Пожарным удалось своевременно ликвидировать огонь до того, как он перекинется на соседние здания. В экстренном порядке были эвакуированы воспитанники и педагоги, расположенного поблизости детского сада. И снова дольщики. Жители дома комфорт-класса в микрорайоне Батыз-2 пожаловались на неблагоустроенный двор и подъезды. Электричества не было, из-за чего не работало газовое оборудование, а значит и система отопления. В основном летела, я сад приехала, у меня там все уже. Сонная там? Люди же не могут сидеть сторожить, да? Она мне говорит, ой, извините, извините. Ну, у меня тоже. Ну, продукты, она, это же мои собственные заработанные деньги. Ну, вот именно. Покупай, я должна, почему я должна, чтобы за счет чего-то, ну, за счет этого застройщика. Да. 3,5 миллиарда тенге столько вложили дольщики в 11 долгостроев региона. В отношении некоторых застройщиков были возбуждены уголовные дела. Для нескольких объектов нашлись новые инвесторы. Группе компаний, незаконно бравших деньги пайщиков, поручили завершить строительство до конца года. В начале августа началась ежегодная уборочная кампания зерновых. Из-за засухи, а затем обильных дождей, саранчи и набегов сайгаков специалисты не ожидали высокого урожая. Собрано впоследствии было 450 тысяч тонн зерна. Урожайность составила немногим более 10 центнеров с гектара. Премьер-министр Казахстана посетил нашу область с рабочим визитом. В Храмтаусском районе Алихан Смаилов ознакомился с ходом строительства новой нитки газопровода «Бухара-Урал». Масштабный проект стоит 43 миллиарда тенге. Его завершат в 2024 году. Дорога Актобек-Рабутак-Улгайсын является частью транзитного коридора с юга Казахстана в Россию. За сутки по ней проезжают около 16 тысяч машин. 262 километра трассы будет расширена до четырех полос. Минпросвещение заявило, что горячим питанием в школах будут обеспечены не только дети из малоимущих семей, но и все остальные учащиеся начальных классов. В нашем городе бесплатно посещать столовую смогли 43 тысячи учеников. Средняя стоимость обеда по стране составила 577 тенге. На газозаправочных станциях образовались очереди. Тревогу стали бить не только местные автовладельцы, но и гости города. На ряде АЗС сжиженный газ продавался только по талонам. В управлении энергетики дефицит объяснили трудностями в логистике и снижением объемов отгрузки топлива с заводов. Месяц как без горячей воды оставались несколько десятков домов. Актубе Суэнерджи Групп проводила ремонт теплосетей. Часть потребителей пообещали подключить к водоснабжению 10 августа, остальных только 10 сентября. В суде продолжались слушания дела экс-аким Актюбинской области Ермекой Монтаева. Судья допрашивал свидетелей из числа действующих и бывших сотрудников СПК Актубе, которые взаимодействовали с подсудимым во время вменяемых ему махинаций с земельным участком. 5 лет лишения свободы получил виновный в ДТП, жертвами которого стали 4 учителя из Западно-Казахстанской области. 1 июня в Хабдинском районе 27-летний водитель «Лады Ларгус» превысил скорость и столкнулся с автомашиной «ДАФ». Двое пассажиров скончались на месте, еще двое в больнице. Подготовим ребенка к школе. В Актубе стартовала благотворительная акция под шефством партии «Аманат». Материальную поддержку оказывали детям из многодетных и малообеспеченных семей. Каждый ребенок получил сертификат на 50 тысяч тенге. На счета 15 тысяч родителей перечислили по 40 тысяч. Всего из бюджета было выделено 600 миллионов тенге. Октюбинский государственный архив отметил свое столетие. За целый век его фонд накопил 700 тысяч различных исторических документов, бесценных письменных источников и материалов. На Октюбинском аэродроме началась реконструкция взлетно-посадочных полос. Замене и ремонту подлежали около тысячи плит. Глава области Яролы Тукжанов поручил обеспечить высокое качество и своевременность выполнения работ. Погасить задолженность по зарплате потребовали водители осенизаторских машин. Аналогичная ситуация у них возникала и весной, когда коммунальщики спасали город от талых вод. Проблема наша заключается в том, что нам за июль месяц не выплачивают деньги. И вообще постоянно задержка идет. Почему-то сухой-то. Мы заняты поливом города, отделением города, поливаем цветы по всему городу. В связи с этим, что у нас зарплату задерживают, мы вынуждены перезанимать друг у друга, заправлять автомобили, опять-таки расходный материал, запчасти. На традиционной августовской конференции педагогическая общественность подвела итоги минувшего учебного года и обсудила задачи на новой. 19 педагогов наградили премиями по 100 тысяч тенге. Ведомственные награды Министерства просвещения получил еще 71 учитель. Сотрудники администрации президента, правительство, мажориса подключились к работе конференции в режиме онлайн. 233 курсанта со всего Казахстана принесли присягу в Военном институте сил воздушной обороны. Некоторые будут обучаться на военных медиков, большая часть станет летчиками и инженерами. В этом году в Веслов впервые поступили и 20 девушек. Желающих поступить в военный институт очень множество было. В этом году набрали согласно плана, утвержденного Министерством обороны Республики Казахстан, и образование. Профессиональный баскетбольный клуб «Актубе» уверенно выиграл чемпионат Казахстана по этому олимпийскому виду спорта в категории 18+. Этот титул обеспечил нашим игрокам участие в следующих престижных турнирах. Соревнования в формате 3 на 3 проводились в нашей стране впервые. Более 8 тысяч рейдов проведены, и штрафы на общую сумму около 7 миллионов в тенге были наложены активистскими спасателями, полицейскими и волонтерами во время купального сезона. Несмотря на все профилактические мероприятия, на водоемах области утонуло 9 детей и двое взрослых. 1 сентября официально завершился очередной купальный сезон. Несмотря на большую проводимую работу, по Актюбинской области у нас 11 человек погибло на водоемах области. Из них 9 человек, 9 детей. В сравнении с 2022 годом у нас идет более 58% это снижение гибели. По сравнению с 2022 годом у нас 19 человек, из них 9 детей. 1 сентября в учебных заведениях Казахстана провели торжественные линейки. В школах произвенел первый звонок и начался очередной учебный год. Учеников и учителей с днем знаний поздравил Аким города Азамат Бекет. Праздник знаний прошел и в других школах города не менее ярко. Радостные первоклассники, их не менее взволнованные родители, отдохнувшие старшеклассники, заполнили двор школы гимназии номер 11, чтобы вместе отпраздновать День знаний. На праздник ученики школы подготовили концерт. Из уст ребят звучали стихи и песни, танцевальные коллективы показали красочные номера. В тревожном волнении были и родители, и дети. Дорогие учителя, ученики и родители, от всей души поздравляю вас с Днем знаний. Этот праздник всегда навевает воспоминания о наших школьных днях, а для новоиспеченных учителей, вчерашних выпускников, это еще и первый рабочий день. Этот день навсегда сохранится и в памяти первоклассников, которые сегодня впервые войдут в стены школы. В этом году впервые за школьные парты сядут около 11,5 тысяч маленьких актюбинцев. Дорогие учителя, желаю вам творческих успехов и начинаний. Давайте все вместе будем свидетелями новых достижений наших школьников. С праздником знаний! Асхат Шахаров назначен акимом Актюбинской области. Соответствующий указ подписал глава государства Касымжумар Тукаев. Асхат Шахаров с ноября 2022 года был государственным инспектором администрации президента. До этого с марта 2020 занимал должность Акима Актюбе, а еще раньше, с июля 2017 года, пост Акима Зеленовского района Западно-Казахстанской области. Аким области Асхат Шахаров взял на контроль ситуацию с дефицитом сжиженного газа. Он заявил, что взял на контроль ситуацию с дефицитом газа. Для полного покрытия потребности региона необходимы 14 600 тонн сжиженного газа ежемесячно. На сентябрь Минэнергетики выделили 10 615 тонн этого топлива. Шемкенский МПЗ направил 650 тонн топлива. Но Аким отметил, что и этого количества недостаточно. И поручил областному управлению энергетики срочно решить вопрос о выделении дополнительных объемов газа. Ситуацию с газом мы увидели, когда ездили по городу. Если потребность региона составляет более 14 000 тонн в месяц, то в наличии сейчас только 10 000 тонн. Этот вопрос будет находиться у меня на постоянном контроле. Готовность Акиминской области к отопительному сезону на 11 сентября достигла 92%. На аппаратном совещании под председательством главы региона Асхата Шахарова обсуждались промежуточные итоги социально-экономического развития области. Был запланирован ремонт 631 котельной и 15 километров тепловых сетей, 80 километров водопроводно-канализационных сетей, 381 километр электрических сетей. В печи расплавного завода отправились 90 единиц оружия. Таким образом, полиция уничтожила изъятые у преступников и в ходе акции по добровольной его сдаче населением. В этот раз в список на уничтожение попали 60 единиц гладкоствольного оружия, 20 газовых и травматических пистолетов, 12 нарезных стволов, 13 электрошокеров и более 80 единиц боеприпасов. Стартовала ежегодная кампания по прикреплению населения к поликлиникам. Всего в регионе насчитывается 42 медицинских учреждения, имеющих право обслуживать пациентов по госзаказу, 22 государственных и 20 частных. Всего в области более 900 тысяч человек должны были быть прикреплены к поликлиникам. С 14 августа к ним добавились еще и граждане, проживающие у нас из стран ЕС. Более 900 домашних животных чипировали хозяева в нашем регионе. 1 сентября стартовала общереспубликанская регистрация питомцев. Стоимость процедуры 754 тенге. Заявку нужно подавать через электронную систему ТАНБА. Установкой чипов занимается на 13 ветстанциях. Но есть возможность регистрации через частные клиники. Можно и частной клиникой, можно и ветеринарным организациям можно обращаться. В первую очередь владельцы животных обращаются электронно, электронно подают заявку через портал ТАНБА. После этого оставляют свои контактные данные, дают полные данные домашним животным. После этого ветеринарная организация или частная клиника, специалисты определяют определенное время и вызывают, осматривают клинический осмотр, сделают домашнее животное. После этого регистрируются в базе ТАНБА. Активенские аграрии не успевали вовремя собрать урожай. Уборочная кампания задержалась из-за частых дождей. На период последней недели сентября с полей было убрано только 49% урожая. Урожайность в нашей области составила 10 центнеров с гектара. Всего было засеяно 439 тысяч гектаров. Убрано 214. Самым проблемным стал Этикибийский район. Там было собрано только 17% урожая. Урожайность в среднем составляет 10,3 центнера. Валовый сбор – 221 тысяч гектаров. Как все и видим, в сегодняшний день проблема по уборке урожая у нас сказывается в основном в Этикибийском районе. За полмесяца сентября выпало порядка 263% больше месячной нормы осадков. Это очень осложнило уборку в Этикибийском районе. Там на сегодняшний день убрано 17% зеленок культуры. Поэтому на прошлой неделе нами было осуществлено боевство в Этикибийском районе. Мы действительно сами убедились, что там из-за затяжных дождей уборка приостановилась. В регионе обострилась ситуация с заболеваемостью корью с начала года и по сентябрь. Под наблюдение врачей с подозрением на корь попали 380 человек. В 260 случаях болезнь подтвердилась. 82% заболевших – это дети до 14 лет. Несмотря на нестабильную ситуацию, переводить школы и детские сады на карантин не планировалось. Но если количество инфицированных в одном классе перешагнет отметку в 30%, то весь класс перейдет на дистанционное обучение. Не поднимо отметить, что более 85% корей зарегистрированы среди детей, непривитых против корей. Учитывая, что корей очень быстро передается от человека к человеку, и определенный час населения по отказам родителей, я имею в виду детей, непривитые, мы ожидаем дальнейшего улучшения ситуации по корей. С начала учебного года по области зарегистрированы 17 случаев корей среди школьников. Тариф на водоснабжение в Актубе был снижен на 4,6%. Об этом заявили прокуроры после проверки деятельности компании-монополиста Актубису Энерджи Групп. Как оказалось, сотрудники компании не выполнили свои обязательства по ремонту водопровода в центре города, за что получили штрафные санкции. В городе Актубе субъектом естественной монополии акционерного общества Актубису Энерджи Групп при утверждении инвестиционной программы на текущий год включено мероприятие по капитальному ремонту водопроводной сети района САЗДА на сумму свыше 160 млн тенге. Однако прокуратура Актубинской области установлена, что акционерным обществом Актубису Энерджи Групп инвестиционную программу по ремонту водопроводной сети не исполнил. В результате принятых мер прокурорского надзора тариф на водоснабжение снижен на 4,6% или с 93 до 89 тенге за кубический метр. Тем самым прокуратура области изощрены права свыше 152 тысяч потребителей в городах Актубе. Военный институт сил воздушной обороны провел торжественную церемонию выпуска молодых специалистов. Диплом об окончании вуза получили 90 новоиспеченных офицеров, летных и инженерных специальностей. Каждому из них присвоено первое звание лейтенант. ВИСВО является единственным вузом в Центральной Азии, которое готовит авиационных специалистов для вооруженных сил государств членов ОДКБ. В минувшем году его окончили 9 граждан Таджикистана. Для каждого гражданина большая честь – укреплять обороноспособность своей родины. Это ответственность перед растущим поколением. Президент Казахстана в своем обращении сказал, что защищать родину – долг каждого человека, а для военнослужащих это еще и профессиональная обязанность. Я верю в вас, верю, что вы обезопасите нас и внесете свой вклад в становление справедливого Казахстана. В нашем городе начали реставрацию некоторых фонтанов. Все лето многие не работали. В полный упадок пришел фонтан в жилгородском сквере. ЖКХ от комментариев воздерживались. Хотя летом упоминали, что никак не могут найти подрядчиков для капитального ремонта 14 фонтанов. Не помогло и то, что на ремонт было выделено 25 миллионов тенге из госбюджета. И вообще вот сняли облицовку, и все, электричество убрали, и давно не работает. Как считаете вообще? Нужен, нужен. Он все, ну, всю жизнь он здесь был. Как это, люди выходят, пенсионеры на этот, летом отдыхать. И дети ходят здесь. Не знаю, мне кажется, нужен. Очень удобство приносит? Ну, конечно, приносит, потому что тут в основном старики и дети. Ну, конечно, приносит. А вообще, помимо жилгородка, по городу еще где-то видели, что фонтаны работали? Фонтаны раньше я видела где-то на пятом, что ли, где-то там было. Музыкальный, по-моему, фонтан был. По-моему, там работало. В службу спасения поступило сообщение о взрыве газа на станции регулирования в жилом массиве Береке. Местные жители сняли столб дыма из газопровода. Взрыв прибывший спасатели не подтвердили. Но на участке была зафиксирована утечка. В атмосферу попало 12 тысяч кубометров природного газа. Утечка произошла после разрыва конденсата сборника. Подрядчики должны заменить поврежденный элемент. 21,45 при давлении 9,5 килограмм на выходе ГРС-300 начало резко снижаться, расход начал увеличиваться. И как раз вот это время, наверное, вот этот разрыв этого конденсата сборника произошел. После чего диспетчерскую службу РГХ было направлено на аварийную бригаду на место аварии. И 22,45 аварийный участок был оперативно отключен. Авария локализована. Подача газа потребителям не отключалась. Правосудие никак не настигнет теперь уже бывшего депутата городского маслехата Санью Муратову. Ей грозил административный арест и лишение прав за управление машиной в нетрезвом виде 5 сентября и выезд на встречку. 24 октября заседание административного суда состоялось без участия Муратовой. Она находилась в розыске. Заседание перенесли на 26 октября. Из состава маслехата подсудимая к тому времени уже вышла по собственному желанию. Цены на привозные яйца выросли до 700 тенге в некоторых магазинах. Местные реализаторы утверждали, что поставки шли регулярно. И такое резкое подорожание не их вина. Из внезапно подорожавших сорт Гайфа из Оренбурга. У российских соседей была та же картина. Отдельные сорта продавали по 120 рублей. Ценники в магазинах переписывали каждый день. У нас за неделю куриные яйца подорожали тогда на целых 5%. Сравнение цен на яйца за месяц, это с 26 сентября по 24 октября текущего года, наблюдалось повышение цен на 13,7. А с начала года отмечено снижение цен на 3,9. Теоретический экзамен в спецсонах начали принимать сотрудники госкорпорации. Связано это с неоднократными жалобами со стороны клиентов на некачественный сервис. Ранее приемом экзаменов занимались аутсорсинговые компании. Также госкорпорация вела видеонаблюдения в экзаменационных кабинетах. Ушел из жизни последний октябинский ветеран Великой Отечественной войны и последний оставшийся в живых боец легендарной 101-й стрелковой бригады Саталган Бекмагомбетов. Он был призван на фронт в 1941-м, в 20-летнем возрасте. Участвовал в Ржевской битве и завершил войну участием во взятии Кёнигсберга. Дважды родные получали похоронки на Саталгана, но он вернулся домой невредимым. Женился, воспитал семерых детей, всю жизнь работал зоотехником в родном Жеренкупе. В октябре открывалась неделя музыки. Начиная с 30 октября, октябинцы и гости города могли посещать концерты, слушать живые выступления артистов, окунуться в мир музыки, камерного оркестра Октябинской областной филармонии имени Газизы Жубановой. Концерты в рамках недели музыки проходили каждый день на главной сцене города в Центре искусств. Фестиваль был приурочен к 80-летию филармонии имени Газизы Жубановой и 20-летию камерного оркестра. Октябрь запомнился октябинцам больше культурными событиями, но были и откровенно негативные моменты. В частности, подорожали резко куриные яйца, а также были утечки газа в жилом осеве Береке. Эпидемиологи настоятельно рекомендовали прививаться, поскольку большинство заразившихся составили именно непривитые граждане. 6 ноября началась массовая вакцинация детей от 6 до 11 месяцев индийским препаратом КПК. К транспортному Калаксу привел ремонт моста в пятом микрорайоне. Километровые пробки образовались на многих улицах. Проспект Алии перекрыли. Автобусы высаживали пассажиров, а таксисты моментально подняли тарифы. На 10-минутную дорогу уходило до часа. В ЖКХ сообщили, что дорожное покрытие моста изношено. Необходимо снять слой асфальта и уложить новый. Тысячи найденных останков солдат и еще больше военных трофеев. Сотни опознанных погибших героев. 35-летие отметил общественный фонд «Боевое братство». На торжества приехали российские коллеги актюбинских поисковиков. Следуя словами великого русского полководца, война не закончена, пока не захоронен последний солдат, для нас, поисковиков, война продолжается. То есть, трудимся. Насколько важно взаимодействие воисковых отрядов из разных государств? Вы из России, вы из России? Я считаю, что это очень важно, потому что воевал весь Советский Союз. Не разбирая какой-то национальности, все были граждане единого государства. Поэтому все мы являемся победителями, потомками победителей Великой Отечественной войны. Взаимодействие здесь просто жизненно необходимо. В Актобе открылась вторая республиканская астрономическая олимпиада среди школьников. 56 участников из 10 городов выполняли задания разной сложности по астрономии и астрофизике. Призеры смогут повысить свои шансы на поступление в профильные вузы. Компания ERG от Басыбанка и областной Акимат подписали меморандум о формировании единого фонда на 2 миллиарда тенге. Эти средства пойдут на приобретение жилья для работников АЗФ. Льготная жилищная программа стартует в 2024 году. Призывников торжественно проводили на службу в армию. 30 новобранцев пополнили ряды нацгвардии в воинской части, дислоцированной в Алматы. Всего Октюбинская область отправила несколькими потоками 340 призывников. С 12 ноября текущего года началось комплектование воинских частей национальной гвардии. То есть в нашей Октюбинской области мы должны укомплектовать в порядке 340 человек во все регионы Казахстана, где есть наши части. Сегодня у нас первая команда убывает 30 человек. 15 ноября исполнилось 30 лет национальной валюте. После распада СССР перед Казахстаном встал вопрос, оставаться в зоне действия нового российского рубля или создать собственную валюту. Тенге был внедрен в рекордные сроки. Ветеранов банковской системы Нацбанк наградил юбилейными медалями. Я начинала с далеких, 1977 года работать начала здесь, 17 лет я пришла в банк, это тогда государственный банк СССР был. Это здесь Казахская СССР. С того момента я проработала здесь 41 год. Если я начинала со счетов, считала, счетами работала, а сейчас представьте себе, я уходила на печь уже компьютерной системы. Это полностью, полные электронные платежи, это вообще, сейчас полностью эта система, тот не сравнить. Суд вынес приговор 16 обвиняемым по делу об убийстве в ночном клубе «Миллиардер». 25 октября прошлого года группа лиц расправилась с двумя посетителями с помощью ножа и биты. 17 и 15 лет тюрьмы получили главные фигуранты. Соучастники от 2,5 до 4,5 лет лишения свободы. Каз Трансгаз Аймак продолжал плановую замену трубопровода в разных частях города, чем вызвало массу возмущений. Люди жаловались на брошенные траншеи и блоки заграждения, перекопанные улицы и возросший беспорядок. Газовики пообещали устранить последствия ремонта и завершить все к 30 декабря. На основании заключенного договоров с подрядной организацией ТО «Тургаз» по состоянию на 28 ноября текущего года по объектам выполнены следующие строительно-монтажные работы. Модернизация газораспределительных сетей района ГМЗ в городе Ахтебе – вторая очередь. Общая протяженность газопровода составляет 14,3 км, реализованная на сегодняшний день – 8,79 км, что составляет 63% работы. Модернизация газораспределительных сетей района ГМЗ в городе Ахтебе – третья очередь. Общая протяженность газопровода составляет 3,7 км, реализованная на сегодняшний день – 3,3 км, что составляет 88% работы. Аким области посетил телекомпанию РИКО-ТВ. Асхат Шахаров пообщался с руководством и репортерами, поинтересовался насущными проблемами актюбинской журналистики и рассказал о мерах поддержки средств массовой информации. Можно даже без прямого эфира, хотя бы по каждому случаю. Мы обращаемся, мы же тоже хотим официальную точку зрения узнать. Мне кажется, лучше организовать площадку. Ну помните, я же выходил. Да, тут же раскрывалось, может быть не в тот же день, но хотя бы раз в неделю. Вот такую площадку можно создать. В нашем городе прошел республиканский турнир по плаванию. Почти 600 спортсменов в возрасте от 10 до 13 лет состязались в заплыве на разных дистанциях. Достаточно неплохо. В принципе, результаты были прогнозируемы. Очень хорошие соперники. Также с Ак-Тубе, с Алматинской области, с Астаны. Очень хороший уровень плавания. Пассажир экстренно севшего в Ак-Тубе самолета авиакомпании «Кэнот Шарк» скончался в больнице. А-320, летевший из Санкт-Петербурга в Самарканд, совершил вынужденную посадку в нашем городе в связи с плохим самочувствием одного из пассажиров. Стоматология, автохимия, косметика и нефтяные насосы. Широкий спектр направлений для сотрудничества обсудили актюбинские предприниматели с инвесторами из Южной Кореи. Стороны наметили перспективы создания совместных предприятий, проведения торгово-экономических миссий и бизнес-туров. Мы заинтересованы прежде всего в инвестициях, а также во взаимодействии с корейскими партнерами по закупу сырья, материалов, каких-то комплектующих. Прежде всего мы видим в первоочередное взаимодействие по данному направлению. Также, конечно же, немаловажным мы ожидаем это сотрудничество в плане обмена опытом. Ремонт дорог, строительство образования и культура, распределение госбюджета по данным направлениям обсуждали общественники и сотрудники облаки МАДА на заседании общественного совета. Активизировать нам нужно работу санэпидслужбы и Центра формирования здоровья и жизни, чтобы в компе вместе работали, эту работу выполнили. Но остальное повседневная работа, текущая работа участкового врача, она функционально расписана. Но в данном случае почему-то три года, третий год мы сталкиваемся с такими эпидемией, то пандемической, то эпидемический характер, зная структуру. В военный институт силы воздушной обороны имени Талгата Бигельдинова прибыли два самолета Л-410 из Чешской республики. Самолеты оснащены двумя винтовыми двигателями. Скорость у этого воздушного судна достигает 400 км в час. Самолет рассчитан на 2,19 посадочных мест. Данные самолеты будут использоваться в учебных целях. Однако, перед тем, как оседлать воздушную птицу, курсанты должны тщательно подготовиться. Первые полеты на этих самолетах запланированы на 1 июня. Бродячие собаки покусали более 80 детей за полгода в Казахстане. Трое детей погибли. Один ребенок погиб в том числе и в Актюбинской области. Президент Казахстана КСМЖ Мартукаев посетил нашу область с рабочим визитом, чтобы ознакомиться с экономическим развитием региона. В частности, он посетил Мартузский район, где осмотрел спортивный объект и узнал, в каких условиях работают сельские предприниматели. Президент также ознакомился с работой мартузских предпринимателей в ходе реализации программы АОЛа Моната. Хорошо, что вы занимаетесь спортом. Борьба хорошо закаляет характер. И я желаю, чтобы ваши спортивные достижения были еще выше, и вы стали чемпионами. Здоровый образ жизни – это залог успеха и выносливости. Более 70 новых автобусов планируется купить в новом году ТО «Автопарк». Новая техника должна появиться на маршрутах в основной части города. Автобусы эти низкопольные, они не могут ездить по дорогам, где нет должных условий, как понимаете, да? А в пригородах у нас в этом плане очень слабо. Ведь автобусы будут там застревать, ломаться. Вот поэтому с обновлением центральных маршрутов автобусы, которые сейчас ездят по городу, будут перенаправляться на пригородные сообщения. В Центре искусств прошло награждение работников сферы культуры и региона – артисты-археологи, директоры театров и многие другие. Они получали награды из рук Акима Активенской области Асхата Шахарова. В преддверии Дня независимости 16-летним гражданам нашего города торжественно вручили удостоверение личности. Юноши и девушки получили первый документ во взрослую жизнь, а работники Госкорпорации и правительства для граждан поздравили их с этим знаменательным событием. Трагедия случилась на трассе Самара-Шимкен. ДТП погибли два школьника и учитель, которые ехали на районный этап Олимпиады. Еще три ученика госпитализированы в тяжелом состоянии. В состоянии пострадавших трех школьников в средней степени тяжести я непосредственно напрямую разговариваю с главным врачом. Главный врач является врачом-травматологом высшей категории. Он недавно назначился, работал в БСМП. Я с ним переговорил. Он сказал, что угрожающей жизни в состоянии нет. 491 пожар произошел с начала года в нашей области. Основными причинами послужила неправильная эксплуатация электрооборудования и нарушение правил техники безопасности. В октябре во время заправки на АЗС загорелась фура. Возгорание передней части фуры произошло на одной из заправок 41-го разъезда. На место приехали 23 сотрудника пожарной станции и 6 единиц спецтехники. По прибытию на место вызова по высшему указанному адресу было установлено загорание передней части грузового автомобиля фура. Загорание ликвидировано силами службы пожаротушения в 18 часов 54 минут. В Волге в одном из пятиэтажек жилых домов загорелась квартира. Возгорание произошло на третьем этаже. Огонь охватил 25 квадратных метров. В результате пожара спасено 14 человек, в том числе 4 ребенка. 24 декабря на автодороге Актубе-Родниковка произошло ДТП со смертельным исходом. Детель автомобиля ВАЗ не смог справиться с управлением и допустил опрокидывание своего транспортного средства. Также 25 декабря на трассе Самары-Шимкен произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков. В Актубе в спорткомплексе «Жик-Пижек» состоялась президентская елка для детей из малообеспеченных семей, находящихся без родителей. Глава региона Асхат Шахаров лично поздравил детей с праздником. В праздничную программу с героями казахских сказок и популярных мультфильмов подготовили творческие коллективы нашего города. Дети участвовали в различных новогодних играх и раскальзывали стихи Деду Морозу и Снегурочки. Новый год – это особый момент, который дарит каждому ребенку невероятное настроение и большие надежды. Предаю вам поздравительное послание президента страны Касым Жумарта Такаева. В преддверии Нового года телекомпанию «Рико-ТВ» навестил Аким города Азамат Бикет. Он поздравил весь коллектив телекомпании, а также обсудил варианты сотрудничества активных журналистов с властями. Всем нам, нашим близким, родителям, детям, внукам всем здоровья, счастья. И надеюсь, что из года в год, вот мы разговаривали до этого про сотрудничество, конечно, в любом случае уже «Рико-ТВ», оно ассоциируется в любом случае «Ахтюбе», ассоциируется с «Рико-ТВ», потому что на самом деле это тот авторитет, который мы заработали своим. С волшебным и прекрасным праздником, с новым 2024 годом вас! Пусть он будет богатым и щедрым на подарки и сюрпризы, на интересные события и радостные открытия, на позитивные эмоции и яркие впечатления. Пусть Новый год победит вирусы и сделает мир открытым, а людей счастливыми. Пусть он принесет на землю мир и покой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова